Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и мы продолжаем проходить Второй эпизод игры престолов A Telltale Game Series Как вы помните, на прошлой серии мы остановились на том, что зашли на заседание малого совета После того, как унизили просто ниже Плинтуса, загнали ту крысу туда, где, сука, есть самое место Это я про какого-то солдата-ублюдка, который захватили нашу крепость Ну да ладно, продолжаем А это безумие, вы не можете, я и смираюсь на счастье за... Короче, два стража спорят между друг другом, я не успею прочитать за обоих Милорд? Гаркни как следует на них Родрик Мальчик мой Присоединяйся к нам Леди Талия, вам следовало сообщить нам, что наш лорд удалится в помощи Ой, 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 лорд, тихо, эс, 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 эс Спокойно Блин, ты печно постоянно вот руку убрал, что-то могло случиться, оказывается он падать начал Надо всегда, короче, держать руку на клавиатуре Постоянно прям Иначе что-нибудь случится Хорошо, хорошо, что вы пришли в себя, лорд Родрик Мы не ожидали, что вы оклемаетесь так скоро Мейстер сказал, пройдет немало времени, прежде чем вы сможете ходить А если вообще сможете Так, давайте перейдем к делу Я пришел сюда не для того, чтобы говорить о своем здоровье Возможно, нам пора начинать? Полностью согласен Талия рассказала мне о состоянии нашего дома Тогда вы знаете, что ваше положение очень тяжелое И все благодаря вашему стражу Он хочет внезапно атаковать воинов Проклять, они же наши враги Твои дети придут к тому, что сюда вернется этот и... А, я не могу следить за их спором Ну-ка нахер это! Я ваш лорд Конечно Прошу прощения, милорд Мой брат сейчас Уайтхиллов Мы спорим друг с другом Мы должны объединиться против наших врагов Нам нужна армия, чтобы одержать верх Тогда соберите армию Че-то я лясу Это не самый простой приказ, милорд Многие из наших людей дезертировали После того, как лорд Итон был убит И наши союзники или уже мертвели Слишком боятся Болтонов, чтобы прийти на помощь Вы забыли о Гленмарах Ты бы уже женился на Лиде Эльне, если бы не эта война Ее отец далеко не трус Теперь, когда ты вернулся, твоя свадьба может состояться, как и было спланировано Свадьба? Ну, многое изменилось Дом Гленмаров, возможно, более не желает объединяться с нами Леди Элана будет решать сама Ты обручишься с ней, как мы и договаривались Она не должна видеть меня в таком состоянии Подожди, вы че? Она уже сюда едет? Она желает отдать дань уважения твоему отцу Но ты можешь воспользоваться возможностью и заключить брак Если она готова выйти замуж, то у нас появятся союзники, в которых мы отчаянно нуждаемся Их армия присягнет на верность Родрику И тогда мы разрушим вершину до основания! Да, этот брак может быть нашим лучшим шансом Главное, чтобы Леди Элена хотела выйти замуж за Родрика Я сумею убедить ее, не ссы Она всегда любила тебя Только будь осторожен с Эленой, не дави на нее Когда Элена прибудет в Железный Холм, то она увидит всех этих солдат во дворе Мы оставим их голодать, им придется уйти Пусть лучше они будут валяться пьяными, чем сожгут наши конюшни Милорды, возможно, осталось время закучить, а за трех с вами не спор Так, просто разберитесь с этим Как-нибудь между собой Возможно, немного отдать, немного еды не будет проблемой Но никакого вина Наконец, хоть что-то Да будет Так, если мы закончили с обсуждениями То можете отсюда валить Мейстер Пришло время зажечь факелы из железного ствола Да, миледи Уж какой-то молодой у них мейстер, они должны быть старенькими Приятно сюда вернуться Хоть в каком состоянии Синий огонь Грегор в последний раз зажигал эти факели, когда умерла его мать Железный ствол тяжело поджечь, сказал он мне тогда Но Форестеры знают, как это сделать Теперь мы должны зажечь их для него И Итана Как дела с песней? Итан всегда помогал мне с музыкой Так, может я тебе помогу? Че уж ты Срава почти хромой Не стоит В последний раз Когда ты пелся, собаки во дворе начали ладить Но спасибо Все знают, как много Итан значил для тебя Я уверен, это почтит его К слову об Элени Я отправила письмо Мири И утирла в большое влияние на дом Гленморов Я не знаю, каковы отношения между ней и леди Маргери, но Может твоя сестра сможет найти способ помочь? Быть может, быть и может Маргери Почему Маргери? Она же Марджери Ну все по-английски говорят Марджери Я не знаю, как это Плохо звучит Мира Форестер Королес Каган Это смешно Если дело не в цветах То тогда в еде Или же сервировке стола? Это письмо в приют? Да, миледи Оно почти закончено Не забудь написать, что мы отправим остатки до свадьбы А также Напиши что-нибудь приятное в конце Постоянно думаем о вас Просто думаем И все Прекрасный настрой мира Как в принципе все Мы думаем о вас Но делать для вас ничего не будем Но мы думаем Думаем о вас И печать Держи Бунька Ох Кому-нибудь еще нужно отправить приглашение Или же мы наконец закончили Последнее Приглашение нужно отправить Сиру Мейнарду Ах да Один из любимых собутельников моего отца Письмо для леди Миры Форестер Спасибо Рад услужить вам, леди Мира Что там, Мира? Письмо от моей матери Она просит меня помочь заключить брак Моего брата Родрика с Эленой Гленмар Как ты можешь это сделать Находясь в тысяче лик от них? Аааа Она ожидает, что я помогу Она наглая Она не хотела этим выразить неуважение И она не ошибается Для Гленмаров было бы честью заключить брак Одобряя его Но не так Но не тактично так поступать Ты окажешь на ней давление А я веду дела не так Ты уже просил меня о помощи И помнишь, каков был итог Уверена, твой брат сам с этим справится Я лучше пойду Мира, позже еще поговорим Не хочет, не хочет, сучка, помогать А ведь такую сестрой, добренькую Прям, что ты, прям, что ты, прям А сама-то, ха-ха, я расчетливая скотина Знаем мы таких Какая-то ты, Мира, бесполезная в этой королевской гавани Никто тебе не помогает, никто тебя не слушает Она и корлюд, наверное, не говорила по поводу того, что надо было помочь в войне Просто тупо сказала Типа, да-да, я сходил Если письмо напишет Леди Майджери А-а-а Па-а-ро-шо Ха-ха-ха, смотри-ка Закончить письмо Сиру Мейнарду Подделать письмо Элени Гленмор Кыш, подделать У нас тут интриги, все дела Как бы без подделки-то, вообще никак Должны уже как-то Дорогая Леди Илейна Нет. Дорожайшая леди Элейна. А чё? Нас бьют, а мы крепчаем и мутим. Она унесла печать с собой. Сука! Нет! Зачем? Надеюсь, подпись будет достаточно. Вот это ты подставилась, короче. Вот это ты, короче, зря обеспечать тех, кто... Вот это я, короче, зря селла, Джо. Ну, и теперь четвертуют Мира. Леди Маргери послала меня забрать письма. Элейна из дома Гленморов. Никогда не слышала о Гленморах. Понимаю, ты сейчас занята, учитывая леди Маргери и всё то, что сейчас происходит с твоей семьёй. Но я надеюсь, нам удастся поговорить. Подожди, о чём? Ну, это... Это как его там... Лучше нам сперва разослать эти письма. Нужна помощь? Я сама. А бедулька. Так, это у нас чё? Это чёрный замок. Пойнта. Стена. Где Джон Сноу в конце-то концов? Я уже хочу его увидеть. Он же был на рисунке. Слышь, беспалый, где Джон Сноу? Убьи, а смеяй своё лицо. Эй, чёрноголовый. Может, ты и новенький, но ты на моём месте. Не обращать внимания, пошёл нахер. Твоё место там, где насерешь, понял? Ты здесь не насрал. Неправильный ответ. Большинство из вас умрёт уже в течение года. Беспалый его чёртовый речи. Если хотите выжить в ночном дозоре, слушайте внимательно. Знаешь, за что меня отправили на стену? За что? Хе-хе. Я потрахивал одну девчонку. Лицо как воряло, сиськи как у шлюхи. Выяснилось, что она была замужем за каким-то мелким упырём. Он пытался заколоть меня этим. За это я сам заколол его им. Поэтому в следующий раз, когда я скажу тебе свалить, не перечь мне, ублюдок. Ты можешь заткнуться хоть на минутку? Чё с тобой не так? Мне ужасно чертили твои истории о тех, которых ты перетрахал. А за какое ужасное преступление ты здесь? Драная картошка. Картошка? Ты драл картошку? Нет, я украл её. За это меня и отправили на стену. Всем плевать, вор. Не называй меня так. Меня зовут Котор. Котор-картушка-траха. Имя достойное песен. Так, достаточно. Седьмое пекло, кто там трещит? Ёптвоё, вы чё там, салаги? Сейчас беспалый, короче, даже беспалых из них сделаем. Таттл! Кто это был? Это моя вина. Здесь надо брать всё на себя, здесь вот это уважают. О! Зато хоть не побьют тебя. Уже прикрываешь своих братьев, а? Ну как бы положено, мы все здесь семья. Гаррид Таттл хочет стать разведчиком. Чтобы потом пойти на север от стены и напороться на копьё Одичалова. Но всем плевать, чего он хочет. Сегодня вы покажете мне, из чего вы сделаны. Умеете ли вы владеть мечом? А стрелять? Сильны ли вы? Справитесь, значит, сможете выжить. А вот те, кто не справится... Беспалый. Ой, Джон пришёл! На два слова. Джон, Джон молодец. Вперёд, приступайте. Джон, он вообще красавчик. Он же... Трахал Одичалых баб. А почему нет? Удачи тебе, Таттл. Не, ну чё, он показал себя мужиком, никого не сдал. Красавчик, хрена. У-у-у, ты не хрень, а в тебе дури. Поехали. Пырс! Ну и чё, я драться буду с кем? Мне надо тренироваться там. Так, посмотреть на чёрный замок. Чёрный замок. Теперь это мой дом. Продемонстрируйте свои навыки. Кому? Ступеньки использовать, лошадь погладить. Давай погладим лошадь, почему нет-то? Мои навыки заключаются в том, что я охеренно могу гладить лошадей. Просто прям, никто лучше меня во всём этом... Семи королевствах этого не делает, по-любому. Я лучший гладящий к лошадкам. Так меня бабы в борделях и прозвали. Она будет так разгадывать. Никто не может прикладывать грибу лучше, чем я. Он чёткий парень такой. Слышь, дай пострелять. Да я вот толкну его, чтобы он промахнулся. Используй тренировочные манекены. Ты делаешь всё неправильно. Да что ты знал? Дебил. Манс налётчик обделается, когда увидит тебя. Дай-ка я покажу. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Манс налётчик — это командир северян, по-моему, да? Если я ничего не путаю. Опа. Итак, посмотрим, сможешь ли ты попасть в жопу Одичалому. Стреляй по моей команде. На какую кнопку нажимать по твоей команде? Начнём с простого. Центральный в грудь. Окей, давай. Ну, командуй. А, ты не будешь командовать? Ну, приказом следовать ты умеешь. Следующий левый в голову. У тебя что-то не так с глазами, сука, я хотел на него навести. На. Хорошо. Правый к грудь. Чё постоянно в грудь-то, да? Неплохо. Центральный промеж глаз. О, нихера ты зачуял. А! Чётко прям. Одним Одичалом меньше. Все цели поражены. Отлично. Ну, а чё ты хотел? О, всё, Джон меня заметил. Всё, Джон меня возьмёт к тебе. Даст мне тоже какую-нибудь рыженькую Одичалу и вторую, сестру ёбнулашую. И всё, и будем с ним там жить, пожевать. До себя рядом нажевать. Ой, неудачник. А ему чем отбило-то? Нам же не стрелой, по-моему, а резинкой этой. Фин думает, что он чертовски умный. Если до него доберётся настоящий Одичалый... Ну, он всего лишь задир, ладно? Да, он такой. Поэтому я взял это. Ах ты варьё. Он стащил у него. Не говори никому, ладно? Я не скажу, это не моё дело вообще. Я знал, что могу доверять тебе. Что нахер мне эти проблемы? Живите сами с ними. Так, ладно, из лука постреляли. Теперь надо кому-нибудь задницу мечом надрать. По-любому прям кому-нибудь нахерачить сейчас. Так, кто тут мечник-то главный? Где-то вот тут, по-моему, дерутся. Слышу. Он ходит как будто по пустому полу. Как он звук такой ходьбы? Дурно. Так, отлично. Вот. Всё, поехали. Стойка с оружием. Использовать. Ща кому-нибудь нахлещу. Так, бери с красной ручкой. Получи, тварь! Следи, мать твою, за языком! Ты! Бери тренировочный меч. Чё тренировочный? Бери настоящий. Во, чёрный бери. Чёрный, ты же чёрная ворота. Это должен подойти. Сегодня у тебя спарринг со мной. Ты с главным что? Помни, хоть лезвие источено, меч есть меч. Удачи. Ну, я готов. Всё, давай, сучка. Сейчас надеру тебе твою бороду. Эс! Опа! Опа! Хороший красавчик. Давай, продолжай. Продолжаю, чё? Опа! До свиданицы. Ох ты, бородатый, да? Охерел уже? Ха-ха-ха, спокойненькая. Чушучек. Сын-крестьянин тебя сейчас уделает. Опа! Успел! Ха-ха, почти промахнулся, но успел. Лососни. Хорошо сражался. И чё сказать, что ты поддавался? А ну, отвали бы, чёра хрена! Тебе повезло. Мгм, ничё такой паренёк. Можно его, конечно, куда-нибудь туда-туда, типа того. Уже, смотри, я уже как бы у них на счету нахожусь. Всё нормально. Дальше чего? Вы завершили тренировку с мячом. А с чем ещё есть тренировка? С мячом? С кирпичом? С чем потренироваться? С бочками? Точно. Поднять. Эй, ты, новобранец. Какой-то ты дохлый. Посмотрим, сможешь мне это отнести к бочку. Ты на сядку смотри, слышь, мудила. Два скелета. Чё там, смола? Сбросаны со стены и сожжём одичалок до самых костей. Ага. Я справлюсь. Да ты посмотришь, он сам тонкий какой-то. Давай. Вверх поднимаем. Давай, 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 давай. Давай, красавчик. Тебе помочь? Здоровяк, беспонтовый, сука. Надо кинуть в него бочку. Не кончи, смотри, по дороге. Куда её нести-то? Что ты делаешь, успокойся? Он плачет, по-моему. Сейчас, смотри, упа... Нет, не загорелся. Я думал, сейчас загорится на огне. Пол-два раза затопит. Ах, ты ж, сукин сын, сдержать. Давай, 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 поднапрягись, 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 поднапрягись. Глава, чтоб труханы не лопнули, остальное всё нормально. Пошли. Не тарайся, Таттл. Ну чё, и хватает сил говорить при этом. Ты посмотри на него. Вы прошли испытания на стойкость. Из тебя выйдет отличный стюарт. Будешь помогать, без палома мыть его член. Так, ты вообще отвалит меня. Чёрт, палома. Следи за языком, Гаррет. Ну-ка, дай-ка я ему скажу сейчас, следи за языком, я хочу ему отвесить. Да, давай отвесь ему, отвесь. Можно. Сука, а он сказал, ответь ему, ты чё слился-то, алё? Ах, ты скажи, я бы ему сейчас... Ух! А ты жалок. Отвали. Сам попробуй пострелять. Арбалет оружия срусов. К тому же, я могу отсюда прибить его с помощью моего... Где он? А, твою мать, я мой кинжал! Если кто-то его украл... Эээ... Откуда мне знать, чувак, чё ты пристал, когда? Ты последний видел его. Ну ты... Это был ты? Чё? Ах, ты чертов вор. Это был не я, Финн, не стоит. Херанул, шмальнул. Отдай мне мой кинжал! У меня его нет, клянусь. Дороги! Так, эээ... Врезать Финну, он достал меня, короче, вон. Какого хрена? Оп, в сторону. Да я успел, сука, успел бежать. Эй, смотри. Драка, драка, драка! Ну вот опять. А! Опа, мимо. Д. Опа, мимо. С. Опа. На-ка, сучонок. А теперь моя учитель. На! Ха-ха, попал, сука. На! Попал, сука. На! На! Уй! Вот это я нормально сейчас выхватил. Ну-ка, ушел отсюда, чмошник. Он с первой кинжал! Нет, это не я. Гард его защищал. Последний вор, которого я поймал, остался без руки. Клянусь, у меня его нет. Он на зубы спрятал его. А ты? Я ожидал тебя большего, Таттл. Затеял драку? Ой, я промахнулся. До конца недели будешь чистить конюшню. Беспалый. Мне нужен человек на вершину стены. Отлично. Пусть морозит себе яйца. А с ним я разберусь. Отвали! Ха-ха, щенок. Следи за языком. Обиделся. Ты за мной. Он реально прям, по-моему, сейчас слезу пустит. Я мой кинжал. Мой кинжал. Ну а... А-а-а-а-а. Че делает, сучанок? Ты посмотри на него. Че творит собака? Ну, красавчик. Ну а че? Как же он картошке-то мог попасться? Я не понял. Он в натуре, наверное, драл. Спер кинжал просто в упор. Прям никто не заметил. Сюда. А вон на картошке попался. Дурак, нет? Я обожаю Королевскую Гавань после полудня. Когда солнце едва касается твоей кожи. Ты всегда любила это место. О чем ты хотела поговорить? Давай ближе к делу, хватит умереть. Почти пришли. Что ты затеяла? Сейчас увидишь. Лучшее вино Королевы Серсей. Ты бухать не привела? Средь белой дня, что ли? Тут на двоих хватит. Давай, сиди. Я надеюсь, что у тебя есть еще один. Сука! Красава вообще. Насрать на пол. Делала, чтобы на двоих хватило. К сожалению, у нас только один ковшин. Вот и бухай его однозначно. Я не хочу себе душу травить. Вот прям из пузыря херачат. Да, вы говорите, бабни пьют? Давай, давай, давай. Конечно, конечно. Или варьем сейчас, нормально. Все переживания, такие письма по делу. Надо сбросить маленько себя. Гадость. Все. Все. Ну что ж, я... Что ты? Не тяни уже, мать. Вот она заливает. Да, еще мне, да, по очереди. Ну, просто я... Я не очень хороша в этих откровениях. Послушай, если я расскажу тебе это... Мира, ты должна пообещать хранить это в тайне. Да, конечно, че ты. Моя мать была служанкой леди Олены. Она забеременела. Это было позором для ее семьи. Мое настоящее имя Сэра... Флауэрс. Ты баштард? Да. Да, знаю, мне повезло, что я стала служанкой. Так, кто был твоим отцом? Кто он? Я не знаю. Моя мать умерла незадолго после моего рождения. Мне жаль, да? Я... Я очень извиняюсь, Сэра. Просто... Я не хочу вечно быть Сэрой Флауэрс. Мне нужно, чтобы леди Маргери помогла мне сженитьбой. Это мой единственный шанс. Так, а что я могу для тебя сделать? Ты можешь кое-как помочь. Я знаю, что она тебе доверяет. И я надеялась, что, может, ты... Ну, когда она придет к тебе, чтобы поговорить, ты можешь... Предложить ей поговорить со мной. Дай мне шанс убедить ее. Да, конечно, че ты. Ты же мне бухашки принесла. Вообще без проблем. Главное вовремя нормально подкатить. Винишка принесла, и все нормально. Прости меня. Я тут все о себе, да о себе. Знаю, у твоей семьи проблемы посерьезнее моих. То, что произошло с твоим братом и отцом. На, бухарейш. Тебе это нужнее, чем мне. Эй, Тирион, пойдем, навернем на троих, че ты. Заговор служанок? Лорд Тирион, милорд. Дамы? И что это там у вас? Если вы хотите присоединиться к нам, вон, у троечка. Принеси еще кувшин, ты же лорд. Не лучшее арборское вино, но моя сестра его обожает. Довольно дороговатое вино для служанок. Очень любопытно, где вы его раздобыли. Моя сестра не дала бы его... Так, надо тупо молчать, короче. Просто молчать. Молчать и смотреть в сторону. Ничего не знаю. Мы нашли его в этих кустах. Лорд Тирион. Странно, что вы нашли его в кустах. Если Серсея узнает об этом, она утопит вас в этом вине. Вы должны осознавать весь риск. Особенно, если ты хочешь заключить союз со мной. Кое-что изменилось. С недавних пор мой отец стал интересоваться вашим жизненным стволом. Большая часть королевского флота сгорела в диком огне. И его нужно восстановить. Он настоял на том, чтобы я урегулировал это дело. Скоро я пойду встречать представителей лорда Уайтхилла. Лорда Уайтхилла? Он нанял пару купцов в качестве посредников на сделки. По-видимому, лорд Уайтхилл таком желает продать ваши жизненные стволы. Ему нельзя доверять, слышь, чё? Я не собирался. Пошли со мной. Они думают, что у меня нет другого выбора, кроме как согласиться на их условия. Представь их удивление, когда я приведу им Форестера. Может, это будет моей первой забавой за долгое время. Миледи. Походу, ты одна будешь добухивать этот кувшин. А потом... Сука, бухает, вообще насратьей. Главное, вовремя бухнуть. Мы ждём уже целый час. Разбучите учтиво. Учтивость в торговле, это как найти золото в ночном горшке. Прошу прощения, миледи. Кто это? Я Мира Форестер. Моя имя Мира Форестер. Опа. Вот они сейчас обоссались, короче. Мира Форестер? Что вы здесь делаете? Это личное дело. Нельзя Тириону подставлять. Это личное дело, милорды. Форестерам нечего предложить, милорд. Если хотите жизнь стволы, договаривайтесь с Вайсхиллами. Андрус. Простите, леди Мира, но мы уже говорили с лордом Тирион. Вы говорили? Я слушал. Леди Мира уже убедила меня подумать её... Убедила меня вдумать её предложение. Теперь, если позволите. Вы собираетесь отказаться? Да вы не можете так поступить. Уверяю вас, я могу. Это ошибка, милорд. Я так не думаю. Лорд Уайтхилл узнает об этом. Уставиться на него. В смысле уставиться? Это суровый взгляд, или? Лорд Тирион. А, жирный пёс, иди домой. Дайте мне знать, когда примете окончательное решение. Хотелось бы попытаться переубедить вас. Леди Мира. Леди Мира. Доброго дня, господа. Ха-ха-ха-ха, мудаки. Что ж, это было забавно. Итак, касаемо сделки. Что вы думаете? Милорд? Милорд? Железностволы для короля. Вероватно, вероватно, у вас есть предложение. У вас была причина прийти. Ээээ... Позвольте нам поставлять Железностволы. Ты предлагаешь, чтобы Форестеры были единственными поставщиками Железностволов? Лорд Уайтхилл будет не у дел. Если он захочет торговать с королем, ему придется действовать через вашу семью. Но он будет молить о пощаде. Или... Это приведет ваши дома к войне. Эээ... Мне придется пойти на риск. То есть, это риск, который я должен принимать. У него уже шрам вот есть, значит, уже нападали на королевскую гавань. Однако тебе придется сделать кое-что и для меня. Эээ... Условия будут честными. Чего вы хотите? Скоро узнаете. Значит, мы пришли к соглашению. Благодарю вас, лорд Сирион. Это будет либо хорошо для нас обоих, или плохо для тебя. Ради вашего же блага, надеюсь, первое. Моя леди. Моя леди. Полумуж. Он творит свои четкие дела. Давайте мы и на этом закончим. Ссылка на плейс будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И теперь он опять что-то мутит, короче. Что-то подмучивает. Мутки свои, замутки. Все это. Он вообще, короче. Он мне прям нравится. Он как Джон Сноу. Два четких пацана, короче, во всем сериале. До встречи в следующей серии. Я так понимаю. И все. Всем пока. Раньше здесь был мат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова